Охота на ведьм в Российской Федерации набирает небывалые обороты. Так, на днях ветераны России потребовали конфисковать имущество певицы Софии Ротару в РФ. Организация даже обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием немедленно изъятия у исполнительницы законно приобретенную трехкомнатную квартиру в Москве и гостиницу в Ялте. «Мы требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС РФ». Официальной причиной столь резких заявлений стал пост Софии Ротару в Инстаграме, написанный сразу после начала полномасштабного вторжения. 24 февраля 2022-го застала певицу в Киеве. «Независимость и свобода стоят дорого. Это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины? Я в Киеве. Молюсь за наших защитников и мир в Украине». И вот спустя больше года с момента публикации российские Z-патриоты встрепенулись и взялись осуждать некогда популярную в России певицу. Но, как выяснилось, далеко не за ее гражданской позицией. Дело в том, что сын Ротару выставил на продажу фешенебельный отель матери в центре Ялты. Около 30 лет назад София взяла в аренду фундамент местных купалин, вложила в ремонт миллион долларов и занялась в Крыму отельным бизнесом. Теперь же четырехэтажное здание на берегу моря выставили на продажу за кругленькую сумму в 25 миллионов евро. А вот таинственный потенциальный покупатель предложил за отель всего 8. После того, как сделка сорвалась, поговаривают, что бизнесмен взялся через сомнительные организации давить на певицу, обвиняя ту в дискредитации российской армии. Денег сейчас на войну у России очень и очень мало, и с каждым днем их становится еще меньше, поэтому нужно как-то пополнять. И вот как раз доносы на людей состоятельных, в том числе и Сафия Ротару, чтобы отобрать у них имущество, законно или незаконным путем продать его, а эти деньги потратить на войну с Украиной. Вот вообще-то вот такая идея. И такая участь может ждать любого, кто вздумает перечить Кремлю или откажется распродавать имущество за гроши. В обществе, где полстраны сидит, а полстраны стережет, доносы на всех и вся, даже близких и родственников, становятся нормой. Что уж говорить о состоятельных людях, богатству которых многие завидуют. На сегодняшний день такое впечатление, что сталинские времена вернулись и доносов все больше и больше. Доносят просто это, дети надо на родителей доносят, директор школы доносит на ученицу, которая написала просто плакат или какой-то рисунок, пусть будет мир. Вот то есть этого уже достаточно. Достаточно для того, чтобы принимались какие-то административные или карательные меры. Просто возродились на сегодняшний день старые времена. То есть ничего нового не придумано, а на вооружение взяты те, вернее, плохо забытые времена с 1917 года. В каждом коллективе трудовом, в каждом доме, многоквартирном, должны быть люди, которые сообщали бы о жильцах, о их говорится, о чем они занимаются, что они думают. Но самое главное, это поиск классовых врагов. Одними из первых в списке классовых врагов в России образца 2023-го, как и более ста лет назад, остаются обеспеченные люди, не желающие мириться с официальной политикой правительства. А значит, для демонстрации силы их нужно превселюдно раскулачить. Именно такая участь, скорее всего, ждет довольно аполитичную Софию Ротару в России в назидание тем, кто осмелится высказать свое мнение или, чего хуже, перечить официальной доктрине Кремля. Редактор субтитров А.Семкин